Даржик... О-о-о-о-о-о! Ф BURNS Нормально. Головака закружилась от твоей красоты. Привет, родные! Привет, роднулки! С вами взрослый, молодой, серьёзный человек, потому что я купил себе вот такую игрушку с лошадкой, потому что мне было очень надо. Аргументов у меня больше на это нету. Надо мне! И всё! Короче, очень рад тебя видеть, сегодня у нас программа на ножах, поэтому устраивать можно поудобнее, если кто-то готовит, готовьте, если кто-то кушает, приятного вам аппетита, если кто-то учится, дай бог, чтоб ты все сдал, если ты на работе и тебя кто-то бесит, пусть он спотыкнется. Короче, на ножах, Адлер, кафе Темада, в данном выпуске, я знаю, есть хороший молодой человек, он мне писал, когда у них уже снялась эта программа, он мне даже сказал, что он мне передал привет в этой серии, то есть будет любопытно, не вырезали, конечно, скорее всего вырезали. Грустно, но ничего страшного, ничего страшного, мы поддержим тебя, дружище, сейчас как раз начинается сезон, надеюсь, у вас там в кафе все хорошо, мы посмотрим, скажем правду. А если получится возможность, обязательно к тебе приедем и все, конечно же, попробуем, посмотрим, как все пошло, а пока заряжай выпуск, не в себя, просто вот выпуск к тебе, вот на... Все. Юг России, Адлер, благословенное место, круглый год здесь солнечно-зелено. Да, и вы показываете самую пасмарную погоду, кстати говоря. По поводу показывайте, недавно тут заказал доставку, скинул себе в телеграм-канал, заказал корн-доги за 350 рублей. Корн давно не ел, когда так думал по коже, вроде выглядит неплохо, как бы я живу в области, доставок у меня не так много хороших рядышком есть. Что мне привезли, это был просто лютый ужас, такое ощущение, что итальянская мафия мне угрожала. Понимаете, как я даже не разозлился, у меня была просто истерика. Поэтому, я не знаю, мне захотелось снять обзор на конченые доставки, точнее, возможно, конченых каких-то заведений, это, конечно, совершенно не ново. Но вот, хочу вот ваши комментарии на этот счет, если вам интересно, если наберет, там, не знаю, много положительных отзывов на этот счет, или отрицательных, мы посмотрим, стоит ли проводить работу. Поют птицы, благоухают цветы, играет волной черное море, а молодожены... Да, не волной играет не черное море, а пиво дон, или как там оно. Не дожидаясь лета, планируют свадьбы, и первым делом они приходят к тамаде. Так, значит, с первым танцем молодых мы решили, хореографию ставит тамада. А вот с оформлением зала мы бы хотели... Ни слова больше, оформление тоже на тамаде. Ну, а конкурсы будут? Конкурсы? Тоже на тамаде. Конечно, все на тамаде. А торт? Торт самый лучший будет, и лучше, чем у Акзамова. Ты его никогда не забудешь, знаешь почему? Потому что его сделает тамада, и даже в торте будет сидеть тамада. Но хоть с места можно самим определиться, а где отмечать будем? Какие вопросы? Конечно же в тамаде. Простите, вы точно в себе? Я уверен, вы профессионал, но как мы все в вас поместим, что у нас гостей 20 человек? Тамада – это грузинский ресторан, большой, красивый. Ой-ой-ой, кстати, неплохо совершенно. Все в современном стиле достаточно, так, для грузинского ресторана. Вкусный... Это сейчас я не нахваливаю тебя. Вообще не нахваливаю. Это я смотрю, как есть. Тебе будет еще лучше, когда я там наведу порядок. Извините, мне пора. До скорого. Увидимся в тамаде. Меня зовут Резо. Я владелец кофе-тамаде. О, Резо. Нифига ты. Ты же нормально выглядишь. Очень даже неплохо. Заряженный. Да. Владеем уже почти год. Местоположение, во-первых, очень хорошее. Вокруг много людей. Свою доставку мы запустили совсем недавно, но немного пока заказов. Ну, я пока могу посмотреть, что… Короче, все абстрагируемся от того, что я, ну, как бы с Резо общался лично. Без всякого этого. Я пока смотрю, повара вообще все одеты, все красиво. В целом, ну, в плане Сочи, что могу сказать? Все места, наверное, которые идут в сторону пляжа, практически, мне кажется, места прикормленные. И если у вас там еще вкусно, то… Как бы… Жизнь налажена. Ну, я так думаю. У нас грузинская кухня, ну, если европейская кухня. Заведение столкнулось, ну, с самой стандартной, наверное, проблемой для южного заведения. Спад сезона, то есть, и спад выручки. Два раза, если не в три. Нету народа сколько, сколько мы хотим. Думаешь, почему нету, что случилось? Нет сезона, все, уехали гости. Что, просто, как бы, размораживайте мясо, угощайте остальных. Я не знаю, стандартная ситуация. Стать, типа, в течение всего года удерживать такую аудиторию. Просто, наверное, в с… Вот я, знаете, как думаю? Просто в сравнении, как бы, с сезон, икс, там, не знаю, там, 300 на денег, да, зарабатывается. И вне сезон, там, ну, икс-10, как бы, что, вот, обычные кафе, наверное, выживают. Может быть, не устраивает это, типа, что там мало. У конкурентов хинкали, по сравнению с нашими, это небо и земля. Но почему-то там постоянно полная посадка. Хинкали у нас. Может быть, ценник тогда разный. Вах-вах. Да, Робик? Хотя, куры по участке вообще. Ой, красиво, Робик. Вообще, ух. Вот такой. По-мегрески вкуснее. У меня опыта побольше в этом сфере, чем… На Рамас. Товарю надо так делать, а он в этом вопросу не слушает. Я злюсь. Рамас работает с самого начала, он помогал нам настроить кухню. Были моменты, когда он подводил, но мы закрывали на это глаза, потому что мы поверные братья. Конфликты бывают из-за официантов. Они не вовремя могут забрать продукцию. Часто езжал бы на сервис. Как будто официанты раньше работали в столовой, а не в ресторанах. Единственное недопонимание случается у нас из-за плохого зрения поваров. Протираю очки, что я видела хорошо. Не, ну я пока смотрю, опять же, как хочется сказать, приехали в хорошее кафе. Потому что все гладенькие, все чистенькие, побритенькие. То есть, ну, не знаю, дисциплина как будто хорошая. И вот на сферной кухне тоже никакой жести нет. Че они к вам приехали? Хайпануть, да? Она может прочитать Хачапури, допустим, у нас пробита по-мигрельски, а она приготовит по-аджарски. Здесь тоже бывает накричи на друг друга. А вы сделайте эту фишку, типа… Как попадет, так попадет. У нас работает Ром Бизон, он такой веселый, что еда была вкусная, говорит, все, надо песню петь, потанцевать. Не, смотри, какая кухня. Вроде все чисто. И оборудование хорошее есть. Все, прям вообще, все, все, все. Зал находится рядом с кухней, и это все слышно в зале. Бизон, он и как шефа хороший, и как человек, он очень дружный, но он молодой. Заявку в программу отправил. И все, блин. У нас вот, я уже сколько сталкиваюсь с этим, вот мне уже хоть за тридцатку. Мне все говорят, ты не понимаешь, что ты молодой. Как бы еще на жизнь. Я прекрасно понимаю, я не пожил еще так много времени. Но не значит, что как бы моложе, что неопытнее. Я встречал людей за 50, которые в банальных вещах не понимают вообще. Я с надеждой, что Константин Ивлев поможет мне развиться в этой сфере, привлечь больше гостей. Я хочу часть опыта у него перенять, потому что я очень молод в этой сфере. Не, ну прикольно, слушайте. Как мастер-класс такой отличный, по факту, я уже прекрасно понимаю, что ничего не изменится. Может быть, добавится пару позиций, и все. Написал мне здесь Ризо, владелец сочинского ресторана, и говорит, «Шеф, у меня самые вкусные хинкали. Приезжай». Вот этот дерзкий парень, представляешь, заявил о том, что у него самые вкусные хинкали в России. Как я, человек, который любит все, что связано с мясом и тестом, не отреагировал. Конечно же. Вообще, я могу сказать так, что когда я был в Сочи, я об этом уже говорил, просто уже раз такой выпуск. Мы, когда искали хинкали вкусные, там, практически нигде не могли найти. Реально хороших хинкали было мало. То есть все говорили там про ресторан «Белые ночи», где называются, или как-то так. Самое хайповое место было. Но я уже не помню. Вот я когда об этом говорил все за заведение, сейчас уже забыл название. И кто-то из девочек подписчиков сходили туда, пробовали, кушали, они хвалили прямо это все. И скидывали видосы. Я уже не помню, это было давно. Собрал манаточки, и вот теперь я здесь, в Сочи, Адлер, Тамада. Храм грузинской кухни. Даже хинкали здесь нарисовал. Красавчик, молодец. Пойду-ка я попробую его самые лучшие хинкали. И пока мы закроемся. Адлером пахнет. Приветствую вас, Артем. Добрый день. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, как вас ждет? Наши хорошо, отлично. Когда зашел Константин, я начал слегка нервничать. Какой у вас очень приятный интерьер. Радо, что вам понравилось. Редко, когда такое встречи, особенно. Вообще все прям. Мне еще нравится, что это как панорамно. Все сидишь в ресторанчике, все открыто, видишь весь город. Ну, наверное, в сезон, может быть, не так прикольно. Но чуваки в трусах будут ходить и в купальниках. Ну, в целом, прям ухо здесь. Слушайте, у вас на вывеске написано, что вы работаете с 10 часов утра до 24.00. Все верно. На завтраке у вас много гостей приходит? Нет, не особо. Обычно посадка начинается с обеда, как раз вот обед. Обед волна. А зачем-то открыто, не знаешь? Если честно, не в курсе. Волнение все ушло, как будто его и не было. Чем меня будешь поить? Что у вас есть такое именно фирменное ваше? Безалкогольное. Ну, само собой, я понимаю, в грузинском ресторане надо петь и пить вино, но ни то, ни другое я не умею. Компот есть. Блин, я бы не отказывался вообще. Я еще недавно тут отдыхал в заведении, там есть при этом молодой человек. Такой стружок, классный. Вот мы друг друга уже знаем, он меня смотрит, и его жена тоже меня смотрит. Большой привет вам. Я пьяный был ужасным. Я прям, вот знаете, вот когда бывает встречаешь кого-то из аудитории, и видно, что хорошие люди, прям хочется общаться, что-то там, не знаю. А я еще этот, в настроении такой, типа, блять, блять, вот так вот. Короче, люблю свою аудиторию, пересекаться, прям вообще обожаю его, тем более. Есть кизиловый, есть из черешни. Хочешь попробовать и черешни, и кизил, и... Просто стыдно, конечно, было, блять. Компоты делает знакомый начальника, который в Абхазии... Это очень крутая штука. Это очень крутая штука, на самом деле. Я бы хотел с радостью прийти в заведение грузинское, сказать, типа, вот у нас есть фирменные компоты, которые мы делаем сами. Все продано. Сетровые банки, домашние компоты. Каждого компота по чуть-чуть. Фейхоа, кизил и ягодный. Я в хорошем впечатлении от того, где я нахожусь. Немножко смахивает на такой легкий Прованс, но он вообще располагающий к Армении, Грузии, к Греции, к Франции. Я считаю, что интерьер должен быть более в темных тонах. В грузинском, конечно, заведении. Только более классический. Чем будем наши гости кормить сегодня? Главное, вкусно делать, как обычно. Фейхоа, очень вкусный. Благодарю. Черешня кисленький. Сахара прям столько, сколько нужно. Вообще просто удивление. А кто здесь с шефом работает? Раньше нам вас Элико. А все остальные мужики, да? Все остальные мужики. Более же поваров-то немало, получается, 3-4 там. Сейчас я ее голос слышу. Она там всех настраивает, да? Кресил. Значит, передай, что я влюблен. Благодарю вас. Так, Сэл позов... Офигел, нормально ты. Ты иди, передавай мою любовь. Да, я пока хотел компоты мои стырить, а. Что-то он слишком доволен, Артем, идет. Компоты получили высшую оценку. Все сказали, что влюблены в твой голос и влюблены в тебя. Просили передать. Отлично, кажется. Мне кажется, просто заряд для начала готовки уже все идеальный. Люди просто расслабились, попили, готовят. Никто не напрягается, все в таком вайбе, не за все по волне пошло. Я рад за эту команду. Очень приятно, да, услышит. Вах, 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 вах. Я наслаждаюсь меню. Блин, я боюсь. Знаешь, когда я сначала очень сильно хвалю. Потом очень сильно можете поругать. Потом кто-то сильно плачет. Вы хинкали какие делаете? Жареные. Свинина, говядина, вареные, жареные. Баранина, вареные, жареные. С картофелем и грибами, хинкали с сыром. Можно я попросить просто сделать три классических хинкальки говядина-свинина. А я пока почитаю структуру. Хорошо. Давай. Мы будем звезды собирать. Ими сами круче. Меню, конечно, здесь вообще пипец. Цезарь. Куда без Цезаря в грузинской кухне? Тоже, как в армянской. Том-ям? Не, можно? Нет, везде даже в Грузии везде практически Цезарь. Всегда был Цезарь. Такие порции там. И же взять и постебаться в грузинском ресторане, заказать том-ям. Ну, это будет в большей степени издевательство. Что там, там я у меня? Нет? Нет, я не понял. Цезарь. Так, я что-то все меню прошляпываю. И вот говядина-свинина. А я пока почитаю структуру. Структуру. Давай. Мы будем звезды собирать. И сами круче. Не член. Так, давайте глянем. Так, у нас летний салат очищительный. Ой-ой-ой. 650 рублей. Салат глубины моря. Ну, морепродукты, да? Что у нас идет? Креветки, лист салата, перец, пармезан. Ну, конечно, да. Все звучит дорого. Главное, чтобы еще и было норм. Тайский. 700 рублей. Вырезка говядина. Тесто за помидоры, огурец, перец, кунжут. 700 рублей. Реально. Что там? Живая еще говядина. Цезарь с лососем, Цезарь с креветками. 450-480 рублей. Ну, цена от Цезаря, да, конечно. Не знаю, мне почему за Цезарь такие деньги давать жалко всегда было. Суп том-ям. Просто как будто в очереди потерялся. Не знаю, в Сбербанке там. Суп лапша, суп том-ям, суп харчоток. Что я тут делаю? Все вообще пипец. Цезарь. Ну, куда без Цезаря в грузинской кухне, так же, как в армянской и в любой другой. Том-ям. Не, можно, конечно, взять и постебаться в грузинском ресторане, заказать том-ям. Ну, это, конечно, не знаю, издевательство, мне кажется. Прямо, хотя, с дел там прогульных я обожаю том-ямочек. Или там фобо какое-нибудь, ты кисленькое сделаешь чуть-чуть, да, тебе так фигно. Ну, как бы раньше что-то борщ мне больше заходил, там, или куриный супчик. А вообще лагман, ой, бля, жирная квадашь, все, ожил. А сейчас вот том-ям, вот фобо мне прям вот кисленькое нужно. Но все равно же для грузинского ресторана я бы, конечно, не стал бы это вливать. Но у меня и ресторана нет. Ну, это будет в большей степени издевательство. Ребята, заказ от шефа, три хинкалец и на говяжьих отварных. Робик, не подведи. Это самый сложный тест в твоей жизни сегодня. Пицца, блин. Все, мое сердце разрушилось вообще сразу. Самые вкусные хинкали. Где? Тамаде. Наши красотулечки. Роднулечки. Больше идет хачпури. Хачапури поставь тоже сразу, пожалуйста. Мегрельский, аджавский или пацанский? Здрасте. Без яичка, которая простая. Мегрельский. Да. В официан? Нет, я владелец. Да ладно. Слушай, извини. Ну, я не знал, ты просто прям такой молодой. Ребята, новый заказ от шефа. Хачапури по-мегрельски. Такое, не знаю, не хочется, конечно, раньше времени говорить. Ну, такой, конечно, резул. Со стороны ведь такой приятный человек. Такой скромный, правильный, вежливый. И вот хорошее воспитание сразу ощущается. Приятно смотреть. Ребята, заказ. С мегрельским не угадали. Видишь? Даже если бы ты был бы официантом, это тоже было бы неплохо. Конечно. Да, потому что все-таки настоящий хозяин должен пройти все круги ада. Как мы открылись, я был здесь и официантом, я был барменом, помогал на кухне, я доставлял еду. Если это не вранью, конечно, если вранью, то вот так все. Вот так. Но если вранью, то так. Сам понимаешь. Я не мыл туалет. Мне очень приятно, что есть такие ребята, которые делают все. Высокий юмор, конечно, у меня. Начало до конца очень хорошо. Я очень много приятного услышал, я был удивлен. Нагревайте духовку. Меня благодарит, что ты. Да ладно ты, все, понимаем. Если человек хороший, я ей сказать, что не жалко много хорошего. Я включил. Что ты лет? Мне 23. А как так получилось, что ты в 23 года семья подарила? Нет, я всю жизнь получаю. С 15 лет мы с отцом продавали фрукты. То есть продавали турецкую хурму, говорили о том, что это абхазское место. С одного ящика привозят, короче, а половина абхазская, половина. Я все всегда убираю этому. Серьезно? Я надеялся, что это не так, блядь. На мандарин их сделал? Дошел до того момента, когда у меня появилась хорошая машина. Я продал ее и решил открыть этот бизнес. Я думал, здесь отбоя не будет от людей. Но, к сожалению, это не так. Мы работаем каждый день в минус. За исключением банкетов. Сочи? Ну, Сочи, Адлер. Это единственное место в мире, где каждое заведение хочет, чтобы именно у него было битком. Хотя при этом у тебя еще 100 других мест. Конкуренция просто бешеная. Ну, как бы, тем более в туристическом городе. Я, как бы, прикидываю, думаю, ну, по-любому сезон к тебе зайдут. Но надо еще марку держать после. Я прям вижу, какие они красивые, вот эти хинкалики. Вот это тесто хорошее, правильное. Вообще, надо мастер-класс по хинкалям взять, потому что даже дома у меня мама готовит. Совершенно другое тесто получилось. Совершенно другое. Я, когда в Грузии был, мы смотрели мастер-класс. Назар, привет, если, кстати, ты смотришь. И, как бы, вот, ребята учили делать хинкали. Я сидел со средним столиком, вот так вот, просто одним ушком постоянно. Думаю, блин, как интересно. Здрасте. Приятного аппетита. Спасибо, а вы кто? Робинзон. Робинзон? Да. А, я пятница. Ты посмотри, как все сложилось. Очень приятно. Мечта, короче, сбила, что я с ним встретился, поздоровался. Ну, какой имя красивый, а? Мы с вами еще поговорим. Вы пока идите. Спасибо. Проводи его, Шарапов, до автобуса. Хинкали у нас на самом деле все хвалят, говорят. Блин, а что-то воды много. Я бы немножко, конечно, хоть салфеточкой прошел, что-то. Грузии такие не готовят. Вот я такой его представлял, да? Руку отобьешь, пока дойдешь до кухни. Он очень походный от двородного брата. Какой бульон, а? Вот видите, проблема. Заведение рядом, то есть там хинкали в два раза хуже, но там толпы народу. А почему так? Что мне понравилось, я туда пришел попробовать. Вот понравился мне сервис очень сильно. Как там тебя встречают, как там тебя обслуживают. То есть здесь такой порядок. Как он ест, блин. Я вот тебе завидую, если ты сейчас кушаешь. Так я не могу настроить. Но по еде мы гораздо выше, и наши хинкали это шик. Слушай, а давай проверим. Я вот сейчас попрошу своих ребят, чтобы они мне принесли те хинкали, и вот мне просто будет интересно. Ой-ой-ой. Это как некрасиво-то получается. По факту конкурентов-то на месте. Хлоп. Я переживаю на Хатяпури. Нет, нет, чудесный. Не бойся. У нас печка сюда подвозит. Не бойся. Человеческий вообще какой-то. Можешь даже на камне его пожарить, ты знаешь? Я дальше пробегусь по меню. Я очень редко это говорю, но я очарован. Приятно тебе. Молодец, красавчик, спасибо. Я испытал огромную гордость. Обычно он на другом друге. Да, конечно, конечно. То есть, ладно, если это не по сценарию, как бы, да, и ты все это один делаешь, и там продал, там, не знаю, автомобиль свой, вложился в этот бизнес. Хочется в это верить, что ты держишь такой сервис, уровень, тоже, в принципе, приятный. Ходишь к конкурентам, вздраво пробуешь, там, да, не кидаешь им тараканов. На это очень приятно смотреть и хочется верить в хороший бизнес, как бы, да, что ты можешь создавать комьюнити, создавать хорошую команду и с ними вместе работать, а не когда твои сроки проебят. То есть, здесь прям очень приятно. Я прям вот рад, вот я рад, что вот человек вот так складывается, надеюсь, и будет складываться даже лучше. Я тут все соберусь. Ребята, не были поочарованы, это самые лучшие хинкали. Ну, не самые лучшие, но это идеальные хинкали. Робик, молодец. Слушайте, я давно сучит артус не ел. Честно, тоничайшее. Я это вижу, это просто шелковое простыня, а не тесто. Реально, выглядит очень классно. Все. Эти вот, даже попки съеденные выглядят сексуальные. Блин, я еще сжать захотел опять, фак. Блинов недостаточно было. Программа закончена. Я прошел спать. Он съел все. Тарелку унес сейчас домой в пункт. Это оближение. Наверное, сейчас салат и возьмет, я буду угадывать, какой салат. Цезарь? Он реально сейчас съел. Ставки не умею, ставки. Нет, больше не буду. Один цезарь возьмет, и все. Только ради прикола. Цезарь с курицей. Хорошо. Барабулька. Давай социализ к курицу еще. Что-то. Тайский салат. Тайский? Только ради прикола. Да, я вот эти блюда только ради прикола бы заказал, потому что мне кажется, он понял, что с грузинской кухней вообще все неплохо там. Все по мере готовности можно приносить. Слава богу, их заказали, потому что я на них тоже акцент сделал. Давай, спасибо. Я по отдыху. Пошла на все хачапури. Есть, я тебе сказал, получится. Вот, смотри. Один единственный, неповторимый. Ты Галей про себя говори. Меню прям вот, знаете, ну очень хорошее. Во-первых, очень приятно держать его в руке. Такая бумага интересная. Во-вторых, но ничего кричащего. Кроме этого хачапури. Блин, я бы у них мангал есть, просто что-то я особо не задипалил. Я бы еще посмотрел, как они шашлыки делают. Очень интересно. Оно прям кричит. Спасибо. Ну вот ты пиццу делаешь, когда у тебя такое хачапури, блин. Ребят, заказ от шефа. Тесто пахнет нереально. Кислоты, запаха нет. Вот я всегда о чем больше всего переживаю. Но это просто какая-то сказка. Вот ты посмотри, а. Молочный вкус. Сливочный. Как вам хачапури? Нет слов, очень вкусно. Благодарю. Куда? Не надо. Не стоит. А, вон мне хинкали принесли. Ну-ка, давай-ка. Хачапури тоже вроде понравился. Ура! Молодцы! Скажу так, внешний вид хинкали тоже неплохой. Да, мне тоже нравится. Интересно, они не к ним ходят, о которых я говорил? Контейнеры есть. Эти хинкали соседние. Серьезно? Соседи хинкали будут пробовать. Не-не-не. Вы совершенно другие. Нету насыщенности. Мало специй. Ой. Фаршку, смотри, какой. Видишь, фарш распадается весь. Такой вот, знаешь, прям, как собачий корм. А очень большое содержание лука, когда он у тебя на зубах, знаешь, вот начинает хрустеть. Полный, кстати. Ризо! Я бегаю, слава богу. Мы рады. Конкуренты. О! Следующее блюдо тоже... Так, чем там заказал? Ладно. Самый лучший комментарий. Мангал я увидел. Цезарь с курицей мои любимые. Мои любимые, да? Я не знаю, почему там людей больше. Конкуренты, не обижайтесь, это Костя сказал. Ваших хинкали сто раз лучше. Я знаю, я знаю, я знаю их и секрети тоже. Я там работал. А мне кто-то говорил, что соседним хинкали, что лучше готовят, говорит. Я же знаю, что не лучше. Цезарь, пожалуйста. Ну вот, начинается. Спасибо. Надо... Помидоры не положили. Найс. Должны, что это грузинский Цезарь. Ну, типа, вроде в классике-то не идут помидоры. Я вот к чему. Что? Когда увидел салат, сразу сказал, ну вот, начинается. Я так и боялась. Я так и знаю. Я так и знаю. Количество листвы должно быть больше. Видишь, на листик салата сколько этой заправки. Когда ее очень много, она начинает прибивать салат. Слава богу, что здесь нет перепелиных яйц и помидоров в черри, потому что это лишняя нагрузка денег. То, что Константин не любит черри и яйца в салате Цезарь, это мне известно по всем его передачам. Я попросил их не класть. Заправка сама по синицу. А-а-а. А то есть так кладешься, да, получается? То есть под одного. Под одного только подыграли. Хитро. Хитро. Не яркая. Не, ничего устная. Но она, слава богу, и не противная. Сейчас он вас размотает. Я у Облома увидел, что они делали вот этот вот соус Цезарь. Не с анчоусами, а со шпротами. И он говорил, что это даже похоже очень на ресторанный уровень. И я все как-то руки не доходит ради интереса. Попробую сделать вот шпрот-заправку для Цезаря. Также еще мне рассказали про идентический майонез из запеченного яблока. Что, от чего у меня башка вообще взорвалась? И я такой, так, нужно что-то срочно пробовать. Потому что процент продажи, как у в России майонеза, вырос на 39%. И скорее всего 9 из них мои. Если в будущем будет класть меньше заправки, будет вообще идеально. Я их дам. Все круто, все четко. Свет, с вами, пожалуйста. Ой, сацивия. Да, да, спасибо. Пожалуйста. Сацивия, кто не знает, это отварная курица. И делается такой вот соус, очень яркий, плотный, из грецких орехов. Цезарь, на удивление, хорошие. Продукты все отличные. А, вот самое главное, что очень много влияет на то, что, возможно, вы можете сделать не очень хорошо. Но если продукты хорошие, это тоже является большим плюсом. Потому что я бывает, когда пробую, то салат такой, ну, так себе, знаете, в плане там заправка что-то переборщил. Ну, помидор хороший, я такой, ну, я вот нашел свой положительный момент, как бы можно и не выебываться. То есть, человек хотя бы старался, вот выбирал, который. А я с уважением отношусь, который люди, когда вот на начальном этапе уже вот покупают там хорошее мясо, хорошие овощи. Я сам вот прихожу, бывает иногда на рынок, так смотрю, вот это все, вот оно так блестит, красиво, вот эти овощи, огурцы и помидорчики. Думаешь, ой, зеленушка. И такой, так вкусно, они такие, я так хочу верить в это. И когда вот обманывают, так хочу расколоть им голову, боже, потому что я же доверился. Тихо, я не договорил, подождите, единственное, очень много заправки, которая все... А, уже по***! А, мара, черт с ним! Бывает, делай меньше заправки, так все отлично, да. Короче, Европу как открыть, далеко едем в Европу. Нет, мы сюда будем взвать, сюда, пусть у нас все будет, салат, все же, как надо. Единственное, что сейчас мне здесь не нравится, первое, что... И Робинзон боится вывезти, потому что вдруг все будет как в книжке. Очень толстые нарезаны кусочки. И второй момент, курица очень твердая, а курица отварная, она должна храниться в бульоне, тогда она вся мягкая становится. А здесь прям курятина такая прям. Плотная, да, это видно. Я здесь не шарю. Не торопись, потом в кашу все превратится, и будет точно не вкусно будет. И так салат у вас ни о чем. Велико, всех проконтролируем, чтобы не торопились, ты же старший на кухню. Ну как он? Респектуля. Сациви. Там настолько мощное преобладание грецкого ореха, что иногда даже прям дает какую-то вот такую горечь и отторжение. Соли по мне мало. Не мое блюдо. Спасибо. Я небольшой ценитель грузинской кухни, но на мой вкус шикарная сациви. Мало соли. Я такой просто никогда не ел даже. Вот это вот все, когда вот ногу во всем вот этом плавает, курица там что-то еще. Ну просто я попробовать попробую, но со мной никто его никогда не заказывал рядом, поэтому я его у этого человека не воровал из тарелки. Сам лично тоже не заказывал. Я вот больше по классе, когда вот гарнирчик рядом и мясо какое-то вот такое. Мне вот это вот больше заходит. Вот даже не было. Не было ни разу. Вот я не знаю почему. Вот может кто-то меня переубедит. Курица очень плотная и должен грецкий орех более чувствоваться. Нет, я не согласна. Я всегда готовлю, всем это нравится. Там женский пол кричит о том, что она не согласна с моим мнением. Сейчас чуть попозже посмотрим, что мнение будет преобладать здесь. Соли не хватает. Не хватает, но люди не любят тоже соли. Попробуй, попробуй. Нет, нормально соли. Даже можно посолить, поперчить. Там же есть соломки. Тайский салат. Салаты меня, наверное, добьют, если честно. Они меня уничтожат в этом сезоне на ножах. Лизок, Кирилл. Кто там еще? Какие еще были выпуски? Вы что делаете? 700 рублей за тайский салат. Возможно, я не прав. Но выглядит просто... Они не выглядят на 700 рублей. Тоже выглядит как угроза. Это выглядит... Вот что-то жарили на сковороде. Осталось. И остался салат. И вот батя пришел такой. Да похуй. В одну тарелку все. И... Все, я смотрю там этот... Адскую кухню, я там знаю все, что как. Накрошил, посыпал. Отец бати. Ой. Салат батя называется. Отец батя. Батьковский салат. Я не знаю, придумайте название. Не придумывайте. Все, мое. Салат батя. Батинский салат. Батинский салат нормально звучит. Ну, здесь явно видно брак. Вмесь. Месь пережарен. Поэтому пробовать не буду. Скажи, что... После... Божественной... Ривлев перезагружается долго сегодня. ...подъема птички к солнцу. Птичка не справилась со своими силами. И обожгла перышки. Так. Компот точно был безалкогольный? Мне интересно. А то есть подозрение, что мы уже как-то говорим иначе. Пало прям прямиком в этот салат, сгорев в переходе этих слоев атмосферы. Птичку жалко. Птичку жалко. Я знаю, что она тоже на самом деле вкусная. Если человек будет со мной спорить, что это невкусно, когда я знаю, что это вкусно и хорошо. Оспаривай. Салат не стали даже пробовать. Мясо пережаренное, пересушенное. Рамас. Да. Я же тебе говорил, не пересуши мясо. Да я знаю, два раза его поджарил. Поэтому оно пересохло. Ты же два раза его поджарил. Подогрел. Подогрел второй раз. Вот, вечно слышу. Свежая его поджарила. Мы согласны, мы же не орем, не деремся. Я вижу. Подвели, не так пожарили мясо. Я люблю поспорить тоже, да, немножко так поругаться, но в этом он прав. Багабуля уже готова. Спасибо. Я давно мечтаю о жареной рыбе. На рыбалку хочу. В детстве, блин, с дедушкой, не знаю, ходил, я карасиков ловил мелких. И все. Потом в муке, в этой сковородке какой черный, знаете, вот это вот, от совершенно пережарено было. В муке эти караси, не знаю, весь грязный, вонючий. На веранде ешь, кушаешь летом, деревня, и чай с хлебом. Вообще класс. У меня вот многие воспоминания, вот какие-то вот связанные с чем-то, вот именно с детства какие-то ассоциации. Раньше не понимал, когда вот там мама мне говорит, там, про мороженое, вот советское мороженое было другое. Да может быть другое было, я не спорю, там, у меня нет такого, ну с майонезом, наверное, у меня есть такое. А вот все вот остальные продукты, вот они вот как будто флешбеки, вот как будто книга написанная, наверное, моей жизненной историей через еду. Но я не стал поваром, там, да, я не стал каким-то критиком определенным. Вот все вот воспоминания у меня с едой как-то они вот идут, не знаю, то есть это как вот, как устроен человеческий мозг. У кого-то там негатив, у кого-то там какие-то позитивные моменты, да, интересные, у кого-то у меня с едой. Пожалуйста. Вы знаете, да, что барабуля в народе называются семечки. А я вам скажу почему, потому что ты ее ешь как семечки. Маленькая такая, прикольненькая, такая жареная, такая пипец, какая вкусная. Да, да, мы еще и ансамбль, короче, создадим. Я буду, короче, там соло делать. Гиперактивный старый дядя. Хочу еще бокальчик пивка туда, холодненького. Вот это вот ты-ты-ты-ты-ты-ты сейчас у меня в голове. Очень сложная работа, очень сложная работа у меня, очень сложная. Хочу двойника себе взять. Ну как вам? Я могу вместо вас костянатин поездить, попробовать, сказать вкусно, невкусно. Мне даже снимать не обязательно, просто оплачивайте мне еду. Все, баста, больше ничего не смогу съесть. Барабулька. Хорошо. Зови хозяина. Да, том-ям, где том-ям? Все ровно, все четко и очень-очень редко косяков бывает на кухне. Барабуля офигенная. Давайте согласимся, что это тоже несложное приготовление еды. Рыба в муке, в масле, вовремя выдержанная. То есть я бы хотел увидеть том-ям. Все-таки он посложнее будет в грузинской кухне. Почему он вообще в позиции там стоит? Что еще? Мангал. Вот, наверное, да, потому что часто с мясом оно долго залеживается в заведениях и потеряется там. Вот тоже было интересно. Резон, ты ресторанный «Алмаз» Адлера. Ну, это фарш. Хочу тебе пожать руку и сказать тебе большое спасибо. Я вообще даже не понимаю, как ты смог в свои года добиться, соответственно, такого успеха. И то, что где-то там людей много, а у тебя мало. Конечно же, я понимаю, бывает обидно и грустно. Сейчас мы тебе поможем. Сейчас волныние у меня отпали. Я на 100% уверен в себе и в своей кухне. Чисто, все стоит, все подписано. Есть четкое понимание. Вот, блин, радоваться хочется. Да, фарш. А я не знаю, свадьба, что-то здесь идет. Здесь происходит осенний поезд. Здрасте. Здрасте. Заходит Константин. Я всегда чувствую, что заходит профессионал. Что его надо слушать. Некоторые блюда, которые я сегодня попробовал, я от них просто безумно в восторге. А у вас я что? Это десерт. Понять не могу. У вас эти жорики бегают, да, что ли? Да. Серьезно, что ли? Это все покажут, да? Опа. Так, алмаз немножко стал, этот, грязненьким. Вскрываем, правда. Вы этим гордитесь, я разговариваю. Да. Не, ну, возможно, так сказали. Так, так, ребят, у вас все хорошо. Нужно говна немного накинуть вам. Вот давайте с тараканов. С антисанитарией. Вот из худшего выберем самое худшее. Просто блюдо у вас в меню. Хрустящие жорики в соусе. Это не барабуля была, если что. Са цибели. Это большая беда именно в нашем городе. Травили, что делаешь, в бессмертной. Ну, ваш хинкали вообще просто как что-то бесподобное. Правда. Фихуа просто сразила на мой гранитный камушек в груди. И просто я так чувствую, он сейчас начинает немножко растапливаться. Фихуа компот-шефу так понравился, что он даже полтора литра еще с собой забрал. Ого. Но при этом есть и полная фигня. Сациви. В соусе очень большое преобладание грецкого ореха. Учить меня не надо, я знаю, что делается с сациви. Сациви пресный и вообще не зашло. Салат Цезарь. Жирный салат. Превратился в комок слизи. С говядиной вообще даже не ел, потому что те же яйца только в профиль. Как говорится, за исключением того, что там еще угольки из мяса. Три, скажем так, оказии, которые вы, соответственно, приготовили. Все остальное выше всякой похвалы. Я с большим удовольствием буду рекомендовать однозначно всем своим друзьям ваш ресторан, чтобы в Адлере находится такое место. И сам буду возвращаться, потому что у вас реально вкусно. Я такого никогда не говорил, а. Ну это пипец. Шеф, шеф постарел. Константин не похвалил и поругал. Все в точку, как профессионал. Ну так, чтобы жизнь Малины не казалась, посмотрю, чего ты. Ну вот тебе, что смотреть. Видишь, холодильник чистый. Видишь, то ли ребята знали то, что я приеду, то ли еще... О, у них даже фритюр чистый. Я горжусь, что нас похвалили. Посмотри, все лежит. Ой, как все хорошо, слушайте, прям все четко. Все, блин. Ну вот, да, хороший пример того, что все организовано, не грязь, ничего, все чистенько. В чем, да, когда мы смотрели другие выпуски, в чем проблема? Протереть тряпочкой, и чтобы было вот так вот. В чем? Не все в контейнерах, там где-то в пакетиках, там, да, но все равно же под контейнеры. Контейнеры из другой еды использованы. То есть безосходное производство. Все на своих местах, бульоны подписаны. По-грузински, по-кавказски все вах-вах-вах лежит. Чувствуется то, что людям не безразличны. То, что они ждут и кормят людей, а не свиней. Ну и, конечно, то, что парень в 20 с копейками лет смог такое создать. Кстати, об этом мы сейчас и поговорим. Прошу в зал всех. Я думала, что он такой строгий. Мы боялись от него. А когда увидели так... А к чему прикапываться-то? Если свою работу делать хорошо, да что докапываться? У нас же, там, не знаю, не какой-то госорган с проверкой, которому вот, ну, надо бы указать обязательно, что у вас что-то, возможно, нехорошо. Ну, мы же не просто так приехали. Он такой очень хороший человек. А скажи, пожалуйста, люди вообще возвращают еду или жалуются на качество? Ну, если брать Грузию, то, в принципе, хвалят все. А если Европу? Ну, там есть, да, иногда замечания. Если было бы все очень хорошо, то гостей было бы больше. Хотя и существует еще и ретроградный Меркурий. Скорее всего, он летит. И, наверное, скорее всего, прилетает как раз на той улице, и поэтому там людей больше. Я не верю во все это сверхъестественное, но мне кажется, что это вот есть здесь, потому что уже не первое заведение здесь. Год работает, закрывается. Год работает, закрывается. Завтра по традиции, само собой, в моем шоу, это полная посадка. Полная посадка показывает все плюсы и минусы вас. Дабы мне, скажем так, как доктору... Вот здесь вот я даже не знаю. Полная посадка. Команда вроде настолько слажена, работает все. Ну, как бы, будут бить по каким-то позициям, наверное, что-то тайского, том-яма и все вот это. Будут на него жаловаться и возвращать. А в остальном, грузинской кухни, я бы вообще, на самом деле, перед полной посадкой это бы убрал. Точно поставить диагноз. Поэтому давайте завтра поработаем с вашей кавказской душой и, соответственно, гостеприимством. Договорились. До завтра всем. Пока-пока. Не троем, когда Ромазья и Леконг Дэс, мы можем, конечно, полную посадку, оселить, смеясь, танцуясь, играясь. Робинзон кайф вообще. Рисус разделяет оптимизм кухни. А для того, чтобы справился зал, он вызвал еще одну официантку. Я что-то меню сюда не положила. Извини, я вчера немножко погуляла, и я очень себя плохо чувствую. Поэтому я, наверное, пойду домой. В смысле, домой пойдешь? У нас один Артем в зале. Ну, я уже все сказала. Ты знала, что у нас сегодня ответственный день? Что за исполнение? Ну, не очень плохо. Ты издеваешься, что ли? Если ты сейчас уйдешь, может здесь больше не появляться. Хорошо. Официантка, честно, жестко, но справедливо. Я не понимаю, о чем тогда она вообще пришла. То есть пришла, не знаю, водички попила, бесплатно пивко глотнула. Такая так. Видимо, ничего не спасет. Такая не очень серьезный человек. Она могла сюда прийти, выпившая. Могла прийти с жесткого бадуга. То есть это уже не в первый раз. Все, ребята. Такое. Конфликт. Короче, я вас верю, не подведите меня. Без проблем. Работаем в стандартном режиме. Готовимся сегодня к атаке. Нападение будет на нас. Не будем отливаться. Та-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Мне кажется, если даже метеориты будут лететь на землю, он такой Та-та-та. Если мы будем танцевать, он нас не заметит. Та-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Он подумает, что у нас слишком весело. А зачем веселых людей, как бы этот? А? Зачем? Посмотрим, кто победит сегодня. Вкусно пахнет. Здравствуйте. Чувствуется морской бриз. Давайте сегодня тоже, пожалуйста, не распугаем гостей, сделаем все четко, грамотно, как у нас бывает, но редко, хорошо? Таши, все победит! Желико, я на тебя надеюсь очень сильно. Ты будешь гордиться нами. Люди доброту принимают за слабость. Они садятся на голову и перестают считать меня начальником. Золотые слова. Золотые слова. А когда начинаешь грубить, ну, как бы, в тему выстраивания своего дела, чтобы это все... Считают себя каким-то не таким, блядь. Что-то жесткий, зазнался, охренел. Это, блядь, если вы свою работу просто херово выполняете, и я уже нормальным языком не могу до вас доносить. Здесь возможность себя именно показать, как владельца и управлянца. Не стесняйся высказывать. Ты сегодня дирижер. Поэтому я буду надеяться, что сегодня вы отработаете на пять с плюсами, и я топлю за тебя. Понял? Да. Давай. Даже 100 рублей поставил. По местам, как говорится, пойду зайду на кухню, проверю, что там. Он положительно подошел, зашел к нам, дал духу, дал силы. Всем привет. Ай-я-я-я, вот такая. Ну, конечно. Как их потом дрючьте, если они ничего не то сделают? Это же невозможно. Веселые, хорошие люди. Сильно не смогут официанты нас атаковать. Мы победим. Вот ты, Робинзон, какие официанты. Вы одна команда. Вы должны победить все. Я на вас поставил. В первую очередь они должны нам по курсу говорить, кому надо уже отнести. А, слушай, Харе, да, ты опять начинаешь. Вот это кто там, что ханат должен. Мы будем стараться, чтобы у нас получилось все хорошо. Ребята, первые вы можете брать хинкали, хачапури, порши, супи. То, что быстро отдается. Поняли? Совсем скоро мы узнаем, на самом летели кухни и зал. Насколько это вообще важно в ресурсе данной передачи? Как можно быстрее отдавать блюда? Скорее всего, у гостей все равно есть подозрение такое, что подсадные. Я даже в этом уверен уже. И ему говорят, заказывайте вот это. И говорите, что вам не нравится. Чтобы вы не делали, наверное, так и будет. Друг друга. Первые гости уже на пороге. Большой столик вот этот вот. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. А вон тот тут маленький. Сочинская кинза. Самый, короче, индегридиент. Который все ее не любят. Я не могу, откуда сток у этого человека активности яркой. Я завидую. Пошли первые гости. Все, я вас верю. Честное слово. Давайте. Сработает нормально. Салат глубина моря. Цезарь с курицей. Цезарь с курицей. Он говорит, что с вами заказ принимает. Не он предлагает. Официант это продажник. Здравствуйте. Душа поэта не смогла выстоять. В первую очередь ты должен заказ принять. На напитки, а не на еду. Я, скорее всего, чуть-чуть растерялся. У нас свои виноградники. Саперави, маперави. Смотри, у ребят, как глазки загорелись, да? Как услышали знакомые слова. Взять бутылочку вина, особенно красного, для лучшего переваривания пищи. Правда, я вчера здесь попробовал хинкали. Я просто обалдел. Хинкали это... Ну, блин. Вас, Константин, все знают. Если вы предложите, конечно, грех отказаться будет. Это прямо, ну, типа, мне сам Константин предложил хинкали попробовать. Типа, я не дурак, чтобы от этого отказываться. Если только я не люблю мясо. По напиткам, в самом начале, я не знаю, я могу быть неправ, но вот я по своим собственным ассоциациям. То есть я сажусь, я сначала выберу, что покушать, а потом выпить, что под еду. А не то, что если... Давайте вот вина вот вам. И вот под вино подберем тебе едички. Я, может, хочу рыбки какой-нибудь. Да, я, может, хочу белого, что-то еще. То есть я, ну, не знаю как-то. Я тут чуть-чуть, чуть-чуть я не понял. Но я могу быть неправ, меня могут спокойно размотать в комментариях. Вкусный номер один. И хотя будет уже... Ну, 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 ну. Ты не сделал ни одной рекомендации. Ты просто тупо стоишь и слушаешь то, что они тебе говорят. Ну, просто люди даже не дали мне вставить слово. Это как я в детстве, когда меня батя отчитывал при всех. Спасибо за воспоминания. Они сразу посыпали цезарь с курицей и так далее. А что еще из горячего посоветовать? Рекомендую чахахбили попробовать. Какой чахахбили, Артем, блин, понять не могу, блин. У тебя работает чемпион вселенной по шашлыкам и люля. Самые лучшие шашлыки, самый вкусный люля. Вы же не пробовали. Сам шеф вся Руси ел и чуть не захлебнулся в слюнях от этого вкуса. Эдик, ты тоже коммуницируйся с ними, чтобы не отдать мангал перевес супа, хорошо? Поросеночек бегал, он даже мяукнуть не успел, когда его чик-чик. Вот это все запишите, пожалуйста. Поросеночек молочные и манер, я определилась. Сейчас будет хинкали, сегодня будем смотреть ромбизону, как будет. Такие они клясненькие божечки, игрушечки, аж себе серьгу с хинкаликой захотелось. Так как сегодня у нас, по сути, был только один официант, это Артем и Ваня на подхвате, некоторые столы принимал я. Самые лучшие хинкали, поверьте мне, мои губы и язык не впитывал ничего лучшего. Такое ощущение, как будто душевно больной зашел в заведение и такой так, хинкали ешьте, ешьте хинкали. Будешь готовы? Лук почище. Роман сегодня том-ям готовит, том-ям, грузинский суп. Давайте том-ям. Том-ям? Ребята, у нас первый заказ. Я услышал слово том-ям. Вы пробовали харчо? Здесь нет. Попробуйте. Этот блаженный, пикантно-островатый вкус начнет проникать в каждую клетку вашего организма, истягивать кожу, увлажнять ее и растягивать. А всего-то надо съесть харчо и хинкали, и все. Давай, роман. Да, просто постная, нежирная, самая легкая. Морепродукты, я начинаю салаты делать. Поехали, поехали. Тая, тая, вот такая, тая, тая. Блин, вкусный прям какой-то. Бабушка моя делает закрутки прям один в один. Три супа харчо. Моя бабушка фейхуа никогда не выговорит. Она фейхует, никогда не пробовала. Следом четыре салата с хрустящими баклажанами, и в конце десять хинкали с виноговяжьим. Есть, шеф? Прям уютненько, да, хорошо здесь? Начало садиться очень много людей, то есть заходить потоками. И уже тогда я начал дневничать. Здравствуйте, как ваше настроение? Как раз. Вас двое всего лишь? Да. Пойдемте присядем. Почему не вижу шефа на своем рабочем месте? Почему много слышу ее голос? Да, хотя переставим сейчас. Слышу голос из прекрасного далека. Слышу голос, голос спрашивает строго. Где хинкали? Почему не забрали? Добрый день. Думаю, вот здесь вам будет удобно. Да, конечно, я вас слушаю. Заказали двушечу доставку. Именно в тот момент, когда случилась полная посадка. Адрес доставки можно узнать? Добрый день. Выбирайте столик, сейчас я к вам подойду. А, блин, разве не какой-то агрегатор должен приходить? Именно так принимать каждый заказ? Это, конечно, проблематично уже. Заказ с собой, доставка. Хачапури по-мигрельски две штуки. Хинкали с грибами, с бараниной, с виноговяжьей, картофельной грибаной по пять. Чем быстрее, тем лучше. Неплохо. О, еще жарено. Шинкали с бараниной, жарено. А есть чай у вас? Унверноцитрусовый такой? Аблепиха, апельсин есть. Можно сразу чай? Когда пошло уже что-то сложное, там фирменные чаи, авторские коктейли. Я уже тогда просто потерялся, я не мог выйти в зал, помочь Артему. Что-то надо уже как-то привезти, уже, да? Время уже сколько раз прошло? Компот литров-то и хвана лейпотых. Артем у нас не самый профессиональный официант. У него просто, когда больше трех столов, у него сразу паника в голове. Не бегай только, не бегай, ты некрасиво. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодые люди с салатом. А почему я не вижу ни одного лаваша в заказе? Ну, наверное, встыдно диетом. А какой нафиг диете? Подойди. Нет, там нет. Подойди сюда. Соус интересный, кисло-сладкий. Там нет ни одной лепешки. Наделали вон целый контейнер. А есть блюдо, куда хочется помакать. Вот это баклажанчиками салат, да? Контейнер. А есть блюдо, куда хочется. Вот я думаю, как я его люблю. Блин, если он правильно, четко сделан, это просто мечта. Я, наверное, баклажан начал любить только из-за этого салата. Не, вру. Абжаб сандали. Как правильно говорить, я не знаю точно. Вот после этого я такой, вау. Это совершенно продукт тот, который я не понимал. Ну, а теперь я его буду есть всегда. Помакать. Баклажаны сильно жирноваты, прям вот с хлебушком. Нам не предложили. Могу вам предложить хлеб к салатам. А здесь у вас, значит, импровизировано... Просто тут, не знаю, некоторые продукты, мы так много сильных недооценим, это вот банально, как с луком. Самое горькое, что есть на земле, наверное, одно из самых горьких, там, знаешь, от которого люди плачут. И такие, так, это шутка стендапа была, мне она очень сильно понравилась. Мы это будем добавлять во все блюда. То есть, как-то я раньше его тоже не понимал. Я начал кайфовать с луком, когда начал есть датские хот-доги. И была вот эта вот, ну, как сказать, пыль, а не как неправильно, панировочка, наверное. Жареный сухой лук во фритюре. И я такой, это круто. Луковые кольца в Бургер Кинге. Я такой, это круто. Потом просто я начал добавлять много лука, там делать плов. Он, в принципе, исчезал из блюда, как-то ужаривался, давал свой потрясающий вкус. Я такой думаю, чеснок я ненавидел. Я его сейчас, я его не ем сырым никогда, но добавляю почти во все блюда. То есть, есть определенный такой-то играющий вкус. Не знаю, там, если в карбонару добавить чуть чесночка, вот это вот. Это такая игра просто, не знаю. А луковый суп. То есть, если бы мне сказали лет, не знаю, 7 назад о том, что я буду жрать суп из лука и сказать, что ух ты, это кажется прикольно. Я такой говорю, вы больные люди вообще. Вы о чем думаете? Попробуй сделать хороший лук с хорошим шампанским туда. Сядь и корочка. Блин, это прикольно. Ну, то есть, я не скажу, что я по нему пипец как страдаю и скучаю, но луковый суп это луковый суп, это интересно. Один раз попробуй точно, что это в хорошем заведении. Отдача, правильно я насколько понимаю? Повара все сюда все приносят. Бивает, когда не успеваем и выносим. Выбирайте попозже под игроком официант. На хинкале особое внимание выделите, у нас они очень вкусные. Вареные, вареные. Все. Официант, можно вас? Просто тараканы бегают. Вот да ладно, сами муху принесли и крылья оборвали. Тараканы, ага. Вы забыли сказать, что у нас шеф-сия Руси приезжает? Так, давайте его. Можно сваргливый? Все. У нас все вкусно. Сейчас. Только руки помоем. Можно было взять аккуратно салфетку и убрать. Но вот так вот давить таракана, это просто нужно быть неадекватным человеком. Ну, я Артем на самом деле понимаю, это выглядит все не очень хорошо, но правда Артем просто чувак потерялся. Камеры, не камеры, все вот это вот. Если кто-то... Блядь, у меня мухи здесь. Если кто-то участвовал в какой-то съемке или там так далее, очень нервничаешь, очень переживаешь. Тем более ответственность, не хочешь никого подставлять. Откусываем. И сок выпиваешь. Очень горячо и очень вкусно. Прочитай первый чек, который мне отпустили. Какой первый чек, блин? Ну и как вам кинкали? Очень вкусно. Ну и замечательно, видите, шеф никогда не обманывает преданного аппетита. Какой стол номер стола, скажи мне? Салат, где было, блин? Эликон, что такое? Вот очичили. Ну здесь с хрустячими, тут два салата надо одновременно. Ресничком. Люди, у нас вот на лимончике какая-то ресничка. Так это может быть ваша ресничка, а? На лимончике-то. Повара с наручными ресницами не теряли ресницы. Это не нормально. Это тот, кто стоит на раздаче в первую очередь, а во вторую очередь это должен увидеть сам официант. Прямо сейчас бегом поменять вот это вот. Это как на лимоне чья-то ресничка. Кто это, блин, ресницами махается здесь? Кто утром ставил ресницы себе? Эликон, наверное. Не, ну мне нравится отношение Резо ко всему этому. Он прям строго так хорошо и четко говорит. Тут лимон просто отвозили в салон красоты и делали наращивание. Мне нравится, если честно, даже подача лимона. В кунжуте, в насоле, блин, так красивенько. Вообще прям забить. У нас мало. Каждый день привозят свежие продукты и мы много не заказываем. Как скоро покушать принесут? Думаю, минут через 15. Небольшое ожидание на хинкале загруженность у него, поэтому на хинкале... Можете принести сначала хачапури, если нет на него загруженности. Окей, хорошо, хорошо. Мне надо хотя бы пули поставить один. У вас не приняли заказ? Нет. Сейчас Александр так помогает. Артем, иди заказ трубил. Край. Баклажаны готовы, Ромас? Да, да. Куда готовы? Они еще не готовы. Ну почти, почти. Почти не готовы. А у вас там яблоко? Слегка, я бы не сказал. Только вчера я его кушал. Ромбизон, давай шустрей, битвей. Это с собой у меня. Сейчас много пришло, по пять штук. Ну если вы доели, давайте я вас заберу эту историю, вот эту заберу. А вы доели? А Ивля, как всегда, к девушкам, и любезно такое. И тут, и так, и вот так. Боже, тоже все, да? Ризу, отобью сейчас у тебя этих четырех красавиц. А, случай, ара. Ребята, где мой заказ? Шата даем. Сколько ты можешь, где-то? Ну, мы 20 идем уже. Я есть. Второй столб был, сидят, ждут уже долго. У нас не столовая, короче. У нас сами колочат семейный ресторан. Все равно 40-45 минут должен гостин сидеть. Ну, я сейчас эту историю, конечно, прям... Приготовить нормально, и я даже... А сколько я постараюсь по времени еще вам ожидать? Минут 10. Еще минут 10? Да, 20 минут, это нормально. Два салата по-грузински мне отдайте, у меня... Красавчик. Уважаю. То есть, явно какие-то гости такие подсадные. Еще минут 10? Вообще 20 минут для приготовления еды. Это вполне норма. Тем более в полной посадке. Баклажаны стоят, умирают. Мне отдали по-грузински, но на этот стол у меня готов лосось в икорном соусе. Два салата с хрустящими баклажанами и салат «Глубина моя». Может, потому что вы попросили без «Глубина моя»? Сегодняшний день полностью провальный, но я считаю, что моей вины здесь процентов 30. Сейчас снимем грузинский. Почему они мне второй хрустящий отдали? Так, сейчас съем. А где грузинский? А, вот он, е-мое. Ты куда? У меня было два по-грузински, два с хрустящими баклажанами. Это мой салат. Артем. Они знают, что у меня лосось готовый уже. Е-мое. Ребята, хочу... Темыч потерялся, конечно. Блин, ну, не знаю. Не могу сказать что-то плохого о нем, да, конечно, подставил в плане именно в самой учета программы. Но это не самый вообще кринж, который мы видели. И не скажу, что это кринж. Артем молодец, старался, делал. Просто, ну, не было где-то опыта. В команду, в принципе, из-за него не сильно пострадало. Где-то какие-то ошибки. Но не все мы идеальны в этом плане. Я не знаю, то есть... Блин, ты что ж ты будешь делать? Я понимаю, что я не мылся. Буря, посмотри, да. Хача буря не досмотреть. Это печка смотри, что случилось? Ваня, блин, ну так ты не убегай далеко, а то я... Ребят, секундочку внимания. Сделайте, пожалуйста, срочно один с баклажанами, потому что данный человек унес мой салат. У меня есть три салата, нет одного. Артем, иди сюда. Я не раз говорил, не очень красиво и правильно, что ты нервничаешь и начинаешь бегать по залу. Они что-то запутались, блин. Больше суеты у них, блин. Девочкам на улице меню вынесу. Чуть подгорело. Это же хачапури. Оно не перешло? Нет. Вы выберете, да? Я вам подойду три минуты, я буду у вас. Блин, мне кажется, оно уже перешло, а то все уже паника. То есть это допустимо с твоей стороны, честно? Да, допустимо. Допустимо. Да. Ризо, скажи, пожалуйста, хачапури такое допустимо? Нет, ни в коем случае. А почему ты меня обманываешь? Кого мне слушать? Переделайте, пожалуйста. То, наверное, чуть попозже. Ну да, Ризо. Сидела, помогала тебе. Все. А больше не друзья. Я под них подстраиваюсь, я не знаю, как уже делать. Том-Ям, у нас повара грузины, поэтому они вам Грузию приготовят вкусно. А насчет вот этого я сомневаюсь. Хорош. Хорош. Ты сейчас с собой готовишь хангали? С собой, который по пять, там гребим, греби, короче. Хотели хотя бы хачапури и два хачапури? Да, ребят, ну я могу сейчас на кухню точнее, почему у них такая загвоздка. Глубину моря вы что, закопали на дне моря, так долго достаете? Ты принял в улице заказ? Нет, я в улице не принял. Потому что я в баре, я вам заказывал. Я им вынес. О, я вынес. Ну, скажите, я подойду, я пойду, приму заказ. Заказ могу отдать? Нет, пока подожди, обязательно. Я не могу ждать, я закинул уже. Все, до свидания. Почему так долго? Слушайте, уже 15 минут сидим, ждем. Сейчас, просто не успевает, извините. Насчет ваших хангали сейчас узнаем. До сих пор мои салаты я не отдал. Два с хрустящими баклажанами, два по-грузински. С толстенькой с чаем уже 40 минут. А кухни рады бы отдавать быстрее, но отвлекает заказ на доставку. Мне звонили раз пять, я чуть-чуть обманул, говорил, что я еду. Обычно я так не делаю, это честно. Само говорю. Алло, вот я к вашему адресу подъезжаю. Да, да, выходи. Ну, а так, на Камрухи-то доставлю. Я почему-то когда Камру видел, я вообще не сомневался, что это его машина на входе. Сразу такой, ясно, нормально двигается. Ну ладно, я в Питере недавно на курьеру. Блядь, как ты меня бесишь. На Мерседесе приехал ко мне, курьеру такому, неплохому. Может быть, что-то я делаю не так. А кто бы заказ принимал? Я не принимал. А вы на улице сидите, да? А нас забыли просто, попросили напитки сразу, а напитки нет. Ну что, молчим-то, извинитесь. Простите, сейчас сделаем. Какие коктейли девушки вы заказывали? У нас комфорт. Спасибо нашему директору РИЗО, он пытался нам помочь, но внес еще больше хаоса в эту всю вакханалию. Я у них подошел, принял заказ, потом кто-то из вас подошел, они мне пожаловали, что приняли заказ. У меня мало столов, я помогаю, понимаешь, они официантами работают. Да, приняли заказ. Сколько меня хотят бурить, там три хотят бурить по-мегрельски. Кому говоришь, ты там была, что ты не можешь заполнить? По-мегрельски два. Вот этот салат, если это с хрустящими баклажанами, он уже остыл. Да, все. Его на кухню. Это все, в доставку никогда не покупайте этот салат. Трата денег, на самом деле. Я давал надежду раза два, наверное. Если только вы не с рядом с ресторанами, там доставка минут пять-десять. Потому что если 25 минут, 30, все, он размокает. Это панировка вообще смысла никакого не имеет. То есть вы купите салат за приличные деньги и не поймете, о чем он. Ребят, два салата с хрустящими баклажанами, шеф сказал, это все, мертвый салат. Ой, это правда дурдом. Сидит женщина с двумя детьми. До сих пор еды нет. Они что сидит все? Оставай, остывай. Настолько только салата вынесут. Эдик, я спросил с коннеки, скажу с тобой. Братан, я 20 минут и так тянул. Я же тебя спросил, ты их через 15 минут. Они уже очень долго ждут. Иди, даем комплимент, скажи, что через 7 минут, еда будет готова. Но пока комплимент от него заведения. Ребята, заказ хачапури по-мигрельски, хинкали, свинина, говядина, 5 штук, отварных, хинкали, баранина, жареные, 5. Много заказа у меня с собой, чуть-чуть потом все будет. Куда пошел? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, Робинзон. Шеф и владелец только имеет право официанту говорить о том, на что принимает заказ, на что нет. Все, я молчу, короче. Хараза, заказ буквально 7 минут и будет готов, хорошо? Сейчас я тебе, блядь, пиздак. Да ну, сука. Иди сюда. Встань, встань там, встань, давай. Сука, засала. Как ты зевась-то, блядь. Иди сюда. Твои крылья шатал я. Не таких еще опускали на землю, ясно? Достань ты, пожалуйста, коробку, не достаю. Поставь, короче, вот здесь, вот. О, Робинзон что-то тоже психует уже у нас. Устал от пятницы, Робинзон-то. Ченки, меня опять вернут салати, давай быстрый к отнесите. Добавь мне сюда еще один по-грузински, я их отнесу. Хорошо, я сейчас даю. Девятокат! 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 У вас даже гости там начинают вести себя, как в 14-м году на Олимпийском стадионе. Ты это контролируешь лично, работу кухни, контролируешь ее. Вся коммуникация через нее. Поехали! Yes, sir. Столько времени отсидел, я вообще все бедствую. Видимо, я еда. Подводите, и мы закрываем кухню. Нет, не закрываем. Релико. Работай. Короче, у меня есть такое полное впечатление, что все это накручено здесь. Потому что вполне, как будто бы удачно они справлялись. То есть, не хочу там, как бы, да, я не топлю сейчас конкретно за ризотом и так далее. Я топлю, то есть, за тот взгляд, который мне кажется. Нормально справляли, а что-то успевали. Где-то там что-то, конечно, на им накид. Но в целом, все окей. Давай, руководи всеми, пожалуйста. Мальчик сидит, ест, девочка на него смотрит. Это самое ужасное, что может быть. Не знаю, в моем доме это вполне нормально. А много хвастали. Если что, это шутки. Ну, если кто-то не понимает, конечно же, знаем, где можем пересечься. Все, давай, все сделаем. Вот так. Получили, да? Вообще здесь по соседству есть заведение с хинкалями. Опа. А может быть, ты там работаешь сама? Накидываешь такую историю здесь. По соседству хинкали есть. Там по соседству много чего есть. Покрашно покушаем грузинскую. Пошли туда. Тогда туда и... Какой стол? Вот стол в углу ушел. Где ты лично принимал заказ? Вот, я им только чай приготовил. Получай три часа готовить. Ну, вы отправляетесь. Хинкали с баранином робик делаешь, да? Нет, не знаю. Какой делать, я уже не знаю. Я не ругаюсь. Хотя нервишки, знаешь, как хотят выплеснуть. Снять шашку, меч, кладенец и бомбить здесь вас всех. Но, зараза, у вас вкусно. Атмосфера есть, кухня есть, сервиса нет. Так что, Ризо, давай, ты уже взрослый, принимай решение сам. Ну, как? Ну, ладно, может быть, сервис не совсем опытный. Потому что он же сам говорил, что в другом заведении ему понравилось больше, как это все происходит там и так далее. А тут этот уголок потребителей, я вообще... Как он мне не нравится нигде? Вот я смотрю на него. Вот это как будто издевательство для красивого заведения. То есть, я понимаю, все так положено, все так полагается, что все разобрались. Ну, как-то заходишь, это вот книги, не знаю, что там еще, карты, все вот это смотришь, и говоришь, да, блин. Ну, безопасность есть безопасность. Было принято окончательное решение закрыться. Я не хотел позориться до конца. Попрошу минуточку внимания. Меня зовут Ризо, я владелец здесь. К сожалению, мы не успели сегодня вас всех накормить. Простите нас, пожалуйста. Мы сегодня подвели вас и не справились. Ну, да, я согласен с ним. Дальше не было смысла просто это все продолжать, хаос вот этот. Кухня, стоп! Я закрываю кухню, все. Мы не справились. Все, проиграли. Шеф возлагал надежды какие-то на нас. Я чувствовал себя виноватым за то, что я подвел его. Как можно при такой вкусной еде так обеспечить логистику блюд? Понятно, что, конечно же, подставили официантки, потому что рук сегодня не хватало. Но, помимо прочего, был очень большой балаган на кухне. Да, может, переволновались. Вся коммуникация с залой и кухней идет через одного человека, через старшего. Иначе это и получается лебедь, рак и щука. Ваша зарплата должна соответствовать вашему профессиональному уровню. А иначе, если вы это поймете, то с завтрашнего дня все у вас начнет получаться. Всем до завтра. Ризо занялся поиском новой официантки, а шеф и его... Ризо, только по барам не ходи, не ищи там официанта, потому что у них есть там одна побочка. Команда, остались устранять проблемы заведения. Я очень надеялся на то, что оставят наше название. И грузинскую концепцию. Команда, о, классно! Осталось, смотри, Команда! Милая дура! Интересно, зайди, посмотри, что там внутри. Приди на люстры, финкали, бур. Робинзон может вообще, не знаю, в любом месте быть королем вечеринки. Вы посмотрите на него просто. Это солнышко этого заведения. Каждый был разного мнения, что нас ждет внутри, какой наш сюрприз ожидает. Оставили наш интерьер? Вах, 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 вах! Расстановку столом сделали другую, стало просторно. Константина, его тоже спасибо за стиль, что оставил. Молодец, он понимает. Наши грузинские виноградки! Мюстры подвесили еще красиво. Что-то дополнили, что-то приукрасили. Вот это то, что я хотел. Я, ну, типа, не вижу разницы. Это вип-зона, теперь она более загорожена. Уютнее стало, да. Более уютно, есть на что посмотреть. У нас новые подушки. Очень красиво! Цвета в бане стало больше, тоже очень круто. Совсем белый стал там впереди, да? Да, классно вообще! Это очень удобно в работе. Честно, вообще разницы вообще не вижу. В моей так же прибавляет скорость, когда ты все это видишь уже с первого раза. Всем привет! Здравствуйте! Рад приветствовать вас в самом вкусном кафе Адлера «Тамада». Как вы видите, у вас почти ничего не изменилось. Спасибо. А знаете почему? Почему? А потому что нечего было менять. За исключением только некоторых моментов, которые я слегка дополнил. Шеф нашел слабые места кафе и придумал, как сделать их сильными. Убрал лишние перегородки, чтобы освободить пространство в зале, но при этом отделил 2 эпизоду. Добавил аутентичные детали в интерьер. Подушки, листья и гроздья винограда. Поработал с освещением. Блин, я не знаю. С картиночки-то, конечно, все кажется, что неплохо. Но у меня всегда была такая ассоциация, когда вот эти гроздья винограда я видел. Дешевые такой. Ну, как-то такое, немножко бабушкинское, что ли, я не знаю. Вот у меня вот ни одной хорошей ассоциации с этими гроздьями винограда не было. Может быть, вот вживую там как-то по-другому, или я просто не видел людей, которые умеют это хорошо обыгрывать. В зоне бар. В большей степени... А если вот сейчас зайдешь в заведение, так, значит, сидишь, этот гроздь винограда конченая, она еще вся в пыли, ты смотришь, ты думаешь, боже, какой кошмар. Ты сидишь, ешь просто, вот рядом с тобой комок грязи, вот так вот. Каких-то интересных штучек появилось на кухне. Ребята, если вам интересно, можете на кухню пройти. Благодарю, спасибо вам. Он в душу вложил в это все. О, смотри, что ты играешь в ходе. Что, ограбили? Они такие, смотри, ничего нет. На что банку меня тут убрали? Как раз нормально можно было собрать. Появилась линия раздачи, свободный стол, стол с подогревом, блюд. Ты можешь не жарить уже, вот ты налепил, здесь жаришь. Если друг обязательно не заберет в свое время, можно под лампу поставить, и она не остывает, минут 15-20. Вот это, правда, мы мечтали вот такого. Вообще классно, у меня доски новые. Доски такие крутые. Ножи вообще классные, ножи. У нас ножи не такие были, за это мы так не успевали отдавать. Да, точно наш. Вот это может мой, я здесь стоял, вот здесь, вот так, смотри. Я выбрал, это не трогает, это мой нож. Ау, у нас еще новые холодильники, вообще классно. Ну, прикольно, радуются. Поменяли на морозильную камеру, поставили маленькую, удобную, уютную. Как раз, короче, здесь, отсюда, далеко не надо ходить, короче, вот пятник-то умеет. Доступ есть к любым продуктам. Супер, я верю. На кухне шеф и его команда сделали зону раздачи. Повесили лампы для подогрева блюд. Купили новую морозильную камеру. Поменяли кухонный инвентарь, разделочные доски и ножи. На изменения в зале и кухне потратили 300 тысяч рублей. Мы довольны. Новое у нас меню убрали, что нам не надо было. Я просто взял и убрал европейские все блюда, потому что считаю, что... Оставил одну Азию, ребята, чтобы у вас чисто на том яме выезжали. У вас это не очень хорошо получается. Зачем делать дешевую копию? Лучше всего делать настоящий подлинник. Да, это шок. У нас с моим братом срезалось много конфликтов, что он не хотел слушаться. Он думал, что раз кавказская кухня, грузовская кухня, можно туда все пиховать. При этом все-таки я добавил маленькую частицу свою. Это сезонный рыбный суп. А все остальное для натюрморта, как вы понимаете. Эти ваши божественные хинкали, ну и, конечно, хачапури, если кто-то суп пробует с хлебом. Можете шефа попробовать на вкус. Хорошо. А мы научим ему хинкали, короче, дела. У нас есть свои секреты тоже. Я рыбу не люблю, но этот суп офигенный. Меня очень понравилось. Очень вкусный суп. Там осталось? Принесите мне кастрюлю. Кастрюлю. Блин, еще такой вот бульон такой. Смотрите, какой прозрачный. Это уха, я так понимаю. Просто сезонный сып из рыбы, я не знаю, как это проназывать. Потому что я уху тут делал максимум на казане. Думаю, я уху никогда не делал. Я люблю такие походные штуки устраивать. И там что-то бульон, что ли, дело есть. Как бы можно заморочиться, конечно, но все кипит, варится, кинул туда, сварил. Потом сидишь так на этой речке вечером у костра, вот эту похлебочку из ухи. Это рыбный какой-то вот непередомаянный вкус. Рыбный суп от шефа. Вообще еда, это прекрасно. Вообще не знаю. Я понимаю полных людей. То есть, да, вот человек просто не смог остановиться, подсел на вкусное. И такой, ебать. Ты сам пробовал, вообще ел. То есть, ты понимаешь, это улет. Маленький бонус. Главный подарок заведению еще впереди. Константин пригласил знаменитого московского ресторатора для того, чтобы тот поделился с Резо своим управленческим опытом. Прошу любить и жаловать. Ренат Кузин. На первый взгляд он мне показался очень строгий. Резо, как говорится, теперь будешь... Ренат Кузин как смерть выглядит вообще. Впитывать, как губка. А вы, друзья мои, вперед на кухню. Сейчас будем готовиться к посадке. Плюс научу вас варить этот суп. Он точно ресторатор, а не ФСБшник. Ну, объясняет все по полочкам, все как нужно было. Подходите к гостям и спрашивайте, я помню, все ли понравилось. Фидбэк от гостя, да, вы должны получить. Давай кастрюлю. Маленькую? Зачем маленькую? Весь Адлер хочет прийти в томадан. Артем, проверь все столы, не качаются ли они? Все, я уже все сделал, да. Все четко, здорово, остальные. Вот тоже сейчас, да, что-то вот такое смотрю, как они вот готовятся. Что-то подобное сейчас история-то развивается у нас. Большое спасибо всем, кстати, поварам, которые мне написали, что хотят меня поддержать в фестивале. О том, что готовы просто безвозмездно прийти и помочь в готовке. Я даже не ожидал такого фидбэка, на самом деле. Ну, человек... То есть, Макс и мы общаемся постоянно, который с Базилика. Кстати говоря, в Базилик после меня приходил еще Макс Брандт и делал тоже обзор. И если кто там был, сказал, что куплено там или что-то подобное, посмотрите, пожалуйста, его обзор. И там более четко разобрано блюдо, человек с опытом. Посмотрел, конечно, нервничал, но все по факту, как говорится. Никому, нигде на уши не вешал. Как есть хороший человек, так и остался. Надеюсь. А что, я сплюнул? Что, я сомневаюсь в себе, что ли? Ой, ладно, жизнь такая. И, короче, просто, ребят, огромное спасибо за фидбэк. Возможно, просто людей придет больше помогать, нежели чем самих гостей. Ой, блин, надеюсь, это все получится. Ничего не качается. Я процесс сам изначально все смотрел, как все готовил это все. Когда картошка сейчас прилипнет, вот эта дашкварка, это самый сильный усилитель вкуса. Да. Кто будет гостей у нас встречать? Вы будете встречать гостей? Ну, могу, я радостно. Давайте. Я сажу, меню даю, и потом походит официант, да, через пять минут. Не-не, официанты тоже к вам должны помогать. Обалденный, сука. Сами мячок, ни кастрюли не съели. Конечно, кинкари я такие не приготовлю. Но что-то могу. Ожил, ложил. Даже, короче, свет в глазах добавился мне. Я сейчас лучше стал в виде. Я запомнила, мы будем готовить дальше. Если у тебя минус три, иди к рыбинзону. Он приготовит тебя вкусно. Будет минус два. Ты посадка будет, страшно тебе? Нет, не страшно, но больнуюсь. Мне вообще не страшно, когда ты, Амаз, здесь на кухне, я... А мне очень страшно. А все еще, вообще ничего не страшно. Все, первые гости, внимание. Здравствуйте. Здравствуйте. Внимание, стенку на стенку. Это были те гости, которые остались недовольны в прошлый раз. Ну, выгнал бы их. Они же недовольны остались. Скажем, что вы еще пришли? Позлорадствовать? Идите отсюда. Намного лучше все. Присаживайтесь. Сейчас на чеки встану я. Вот. Чтобы вы понимали, как вообще взаимодействует дирижер с вами. Не стал прислушиваться к моим советам. Он пишет все подряд. Приятного отдыха, молодец. Тебя человек объяснял про курсы, как нужно писать, но он расставает. Артем, ну второй раз-то уже мы тебя не будем защищать. Вот честно говорю. Тут уже ресторатор Сергей Кузнецов-Кузьмин приехал. Он на тебя дело сейчас заведет. Поаккуратней. Гости надо. Ресторанная полиция. Официнатор Артема арестован. И лишается ланча. Перепиши. Принял чай. Не торопися. Ну, теперь ждем, пока мы... Ну, для меня это было бы наказание, на самом деле, если бы мне еды лишили. Кушаем. Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, новый заказ. Здравствуйте. Как вас настроили? Рыбный суп. Хуево. Че, ты решил добить, что ли? Ты че спрашиваешь? Один хачапури по-мигрельски один. Все первым номером. Каша. Повторяйте. Вам литр или нет? Ну, да, да. Литр. Да, как бы, этого уже не продается. Надо продавать и говорить время. Я могу через 5 минут отдастся. Хачапури через 5 минут не отдастся. Когда хачапури остается 2-3 минуты, вы можете уже спокойно разогревать суп, наливать, варить там кинкари. То есть все, что потом одновременно мне подать сюда на раздачу. Не волнуйся, все будет хорошо. И ты всегда говори спасибо за заказ и приятного отдыха. Уже поздно. Сейчас еще можно волноваться. Но когда у нас будет полная посадка, тогда волноваться вообще нельзя. Надо быть. Да, это сбивает столб. Конечно, можно просто заметить. Когда заказ приходит, ты вычеркиваешь те или иные истории. Если здесь заказ... Блин, ну какой хороший опыт для ЛИЗО. Я думаю, он там прокачался неплохо. Первым номером лишний раз для себя. Может писать все первым номером. Свободными больше места встала прям. Да. Сколько у вас человек? Материн. Сверху стол какой? Стол номер один. Да. Первый гость. Да. Бивала полный зал, мы с Романом работали вдвоем. Хорошо, что меня в это время не было. Когда покушаете, я обязательно подойду и спрошу. Вы кинкали заказали? Да. Все, обязательно попробуйте. Качапури по-аджарски первым номером. Да шо ж такое? Я чую, кто-то из вас на адского шефа хочет во второй сезон попасть. Нет, шеф. Я же че сказал? Качапури по-мигрейски. Одна штука. Че надо ответить? Да, шеф. А как вы думаете, почему все шефы требуют такой отдачи? Потому что шеф тогда понимает, что повар услышал его заказ. Поэтому это важно говорить, да, шеф. Это не прихоть никакая. Да, шеф. Сегодня в заведение пришел мой отец со своими друзьями. У-у-у-у, вот это жара. Со своими, с пацанами, с мужиками залетели. Давайте я повешу ваши куртки, молодые люди. Он был только недоволен тем, что я ношу меню. Разве официант говорит? Я встречаю гостей. Ну, батя строгий, наверное, в этом плане. Ну, что могу сказать? Я понимаю ваше недовольство и уважаю его. Но ваш сын, я уверен, делает все правильно. Он относится к труду с большим уважением, которым он делает. Это вообще редкое состояние. То есть это хорошее ваше воспитание, я считаю. Когда человек отнесет ответственность за то, что он делает от начала до конца. Это вот большой пример. Планиризовываю это прям, ну, и ваше воспитание. Даю сейчас все, хинька ля отдаю, вот. Отлично, молодцы, стол номер 7, готов. Классно, когда в Грузии все-таки ассоциируется с вином, да, и виноградом. Вынимаешь на зай, у тебя виноград. Что ты с челом знакомишь? Представляешь, что повора прямо упоют, что... А вы думаете, им там заняться нечего? Да-да-да, на кисть, да. Хотя бури уже запекается. Супчик вообще потрясающе, очень вкусно. Жалко, что мне столько много нельзя этого. Я бы сейчас заточил бы. Но боюсь, тогда вы не сможете меня нормально увидеть тогда в экране. Потому что, скорее всего, вы будете видеть мой один глаз. Потому что я буду тогда очень толстый. Думаю, вас видят уже в неплохой фигуре, так скажем. Слушай, ну быстро, да, принесли? Очень, прям быстрее заказать, сразу принесли. Да, прям, да, да. И плюс очень вкусно, скажи. Да, вообще, ромно. Вы рыба или мясо предпочитаете? Мясо. Мясо. Предлагаю взять карабаран. Очень вкусно. Отлично. Так, солнце мое, теперь стаёшь ты на раздачу. Я тебя научил, теперь давай, на, дарю. Я бы хотел, чтобы Константин Ильбов был шефом у меня на кухне. Но губа не дура вообще. Это случилось, мне нужно продать поладлера, я думаю. На один день, что больше. Фак. Наверное, шеф там дал жару. Сегодня очень быстро принесли и очень вкусно. Слушайте меня, первый заказ, хотя бы рыба-аджарский, хинкали 5 штук, суп харчо 2. Да, шеф, да, шеф. Если такое же вкусное, будет горячее, то это вообще как-то. Я уже привык, короче, чем быстрее, чем больше я даю, тем хорошо. Пойзи хорошо? Очень. Молодцы. Очень-очень. Мне очень нравится шеф. Кухня, ребята, мипсу отдали. Молодцы, ребята, баланси. Я люблю путь, но, к сожалению, не умею ее готовить. Поэтому только в таких заведениях есть шанс порадовать себя. Да. Кухня сегодня справилась отлично, так как во главе у них был Константин. Ребята, вы сегодня молодцы, я вами очень доволен. Спасибо, спасибо. Мы старались. Шеф тоже сегодня старался как никогда. Главное, чтобы его старания не были напрасными. Шоу на ножах смотрит многомиллионная армия россиян. Будет очень большое количество гостей. Я буду надеяться, что зал, так же, как и кухня, сработает именно так, как мы смогли вместе с Ренатом за это короткое время вас немножко направить в нужное русло. Как говорится, с легким сердцем и полным желудком, нафаршировал я себя знатный шашлык, сегодня съел и харчо, и хинкари, само собой. Я отправляюсь дальше на новые кулинарные подвиги. Все, спасибо большое. С вами всегда надо обязательно прощаться. Да, с вами надо обниматься, конечно, да. То, что шеф хвалит меня, хвалит заведение, говорит, что наши хинкали лучшие в галактике, это не делает меня лучше других, я буду придерживаться этой планки, чтобы каждый раз, когда он приезжал сюда, он посвящал именно мое заведение. Кавказцы всегда это олицетворение мудрости, поэтому буду надеяться, что им достаточно будет мудрости для того, чтобы не выносить всю свою родственную историю на тарелки. Здесь и есть, что подать на тарелки, поверьте мне. Тумада, рекомендую. Шеф проверил. Очень вкусно. Блин, ну да, реально все очень вкусно, выпуск хороший на самом деле, приятно было смотреть на такого ресторатора, еще молодой Резо. Не увидели привета, соответственно, я все равно уж верю тебе на слово, не похож на человека, который бы врал ради того, чтобы посмотреть выпуск. Не похож, я искренне в это верю, надеюсь. А что могу сказать, относитесь к своему делу, которое вы так же ярко, так же его любите, уважайте свое дело. Если вам как бы смелости хватает признавать свои ошибки, потому что, ну не знаю, облажаться не страшно, ошибки все делают, это нормально, вот. Не научиться, наверное, вот это плохо. Не признать это, это тоже плохо. Поэтому я вас крепко обнимаю, желаю удачи вообще, не знаю, полноценно хорошей недели, просто заклинаю тебя, чтобы у тебя все было хорошо. Дай бог тебе здоровья. С тобой был Радик, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok